Анатолий, здравствуйте! У меня есть такой вопрос к вам. Подскажите, пожалуйста, за всю историю города Севастополя сколько было памятников Нахимову? Честно скажу, не знаю. Могу предположить, что минимум два, поскольку памятник, поставленный до Великой Отечественной войны, имел высокие шансы пострадать после нее. Если же тут какие-то интересные особенности из истории города, то постараюсь покопаться в справочниках и разобраться. Здравствуйте, Анатолий! Я хотел бы узнать, сбривали ли вы бороду или хотя бы хоть раз на спорт? Сбривал. Я бороду впервые запустил почти сразу после института в 22 года, но в 24 пришлось ее сбрить, чтобы сфотографироваться на паспорт. В следующий раз я бороду отпустил уже в 30 лет и с тех пор, если точно, то с 25 ноября 82 года не сбривал. Кстати, когда я в первый раз носил бороду, один случайный собеседник сказал мне, вы же еще так молодо выглядите, вам больше 35 не дашь. А было мне тогда уже почти вот те самые 24 года. Я знаю, что вы программист и хотел бы узнать, а какими языками программирования вы владеете и какие проекты на данный момент вы реализуете? Ну, когда-то владел добрым десятком языков программирования. Большую часть текстов программ писал сперва на языке Алгол 68, а потом, поскольку он был недоступен на тех машинах, с которыми я работал, вручную переводил на те языки, которые на этих машинах были. Большую часть программ, непосредственно запущенных в машины, писал на Фортране, ПЛМ и на ассемблерах этих машин. Ну, а последнюю строчку программного кода написал летом 95-го года и с тех пор занимаюсь уже совершенно другими проектами, информационными и политическими. А собираетесь ли вы к нам в город с какой-нибудь лекцией? Мы бы очень хотели узнать о вас побольше, о вашем интеллекте и что-нибудь интересное почерпнуть для себя. Севастополь тоже ждет вас. Ну, беда в том, что у меня очень плотное рабочее расписание и вырваться куда-то удается очень редко и только после долгих предварительных согласований. В частности, с лекциями в Севастополе я выступал дважды. Если хотите организовать новое выступление, свяжитесь со мной через телекомпанию, попробуем как-нибудь согласовать. Меня давно мучает вопрос. Как появляется северное сияние и почему оно появляется в таких местах, где его не должно быть? Спасибо. Северное сияние появляется потому, что мощный поток заряженных частиц ионизирует атомы, различные атомы, содержащиеся в воздухе. То есть, выбивает из них электроны с основных орбит на более высокие и возвращаясь на обычные места. Эти электроны отдают полученную ими энергию в виде света. Большая часть сияний бывает в полярных широтах, потому что в этих местах магнитное поле Земли в меньшей степени препятствует потоку заряженных частиц. На большей части поверхности Земли магнитное поле отклоняет прилетающие из космоса частицы так, что они просто не доходят до земной атмосферы. Но если поток очень мощный, он может, и частицы в нем высокоэнергичные, они могут частично пробиться сквозь магнитное поле и, так сказать, в нештатных местах. Тогда и появляются полярные сияния в неполярных широтах. Как начать просыпаться в страдах, чтобы целый день чувствовать себя бодрым, а не вялым человеком? Боюсь, что тут один рецепт ложится пораньше. Правда, мне редко удается следовать этому совету, поэтому дома у меня стоит и кофемашина, и запас энергетиков. И, как шутили в советское время, с чего начинается день в Кремле, с реанимации. Вот, к сожалению. Но когда мне действительно удается лечь пораньше и встать попозже, тогда действительно чувствую себя бодрым и без всей этой химии. Почему все физические тела при охлаждении уменьшаются в размерах, а вода, наоборот, расширяется? Спасибо. В размерах, а вода, наоборот, расширяется. Вода тоже в основном уменьшается, а вот в промежутке от плюс 4 градусов до нуля действительно расширяется по мере охлаждения, потому что в ней понемногу начинает формироваться кристаллическая структура льда. А во льду молекулы воды расположены такой ажурной конструкцией. Если в самой воде, ну молекулы воды имеют примерно такую форму уголков, и если в жидкости эти уголки могут, так сказать, заходить друг за друга и уплотняться, то во льду они образуют вот такую конструкцию объемную, довольно рыхлую. И вот этот переход от воды ко льду действительно сопровождается расширением. А дальше будете охлаждать лед, он снова начнет сжиматься. То есть вот этот диапазон, в котором вода расширяется, расширяется при охлаждении от плюс 4 до нуля, это связано с тем, что кристаллическая структура льда постепенно формируется. Почему нас разделили братьев-славяне? Почему? Ну, честно говоря, говорить об этом можно очень долго, но не хочется. Кратко скажу то, что впервые написал еще в конце 91-го года. Есть люди, способные ради того, чтобы ходить в иностранных аэропортах по красным ковровым дорожкам, красить эти дорожки кровью своих соотечественников. Ну, а конкретно отделение мало- и белорусов от остальных русских было еще стимулировано тянувшимися несколько десятилетий подряд интригами. Запустили эти интриги поляки, а участвовали в них по разным совершенно соображениям, но тогда казавшимся основательными. Сперва австрийцы, ну а потом русские большевики. Они, к сожалению, когда-то ставили перед собой задачу, для решения которой им показалось целесообразным отделить белорусов и украинцев от остальных русских. Потом оказалось, что эта задача потеряла актуальность, но, к сожалению, партия уже вложила в это дело слишком много своего авторитета и не могла дать задний ход. Простой вопрос. Когда зарплата поднимется до цен на рынке? Можно узнать? Ой, боюсь, что никогда. Да. Если зарплата поднимется до текущих цен, это приведет к тому, что на рынке и цены поднимутся, потому что рынок это вообще механизм, устроенный так, чтобы всегда каким-то покупателям не хватало продавцов, а каким-то продавцам покупателей. Считается, что это заставляет каждого выкладываться изо всех сил, но, к сожалению, у этого трюка столько побочных эффектов, что, ну, по моим расчетам, уже примерно лет через 10 станет целесообразно перейти к другой системе хозяйствования. Что будет после 2024 года? После того, как сейчас было спокойствие, что будет дальше? Ну, честно говоря, и сейчас не такое уж спокойствие. Но, насколько я могу предполагать, зная, как в подобных случаях вообще работают президент и его команда, Уже сейчас готовятся люди, причем несколько человек, каждый из которых к 2024 году, а то и раньше, будет способен взять на себя работу президента и выполнять ее успешно. Так что, надеюсь, вот тогда как раз и будет спокойствие. Что является фундаментом здорового, справедливого человеческого общества? Ну, тут есть много предположений. Например, я считаю таким фундаментом, в первую очередь, ответственность. Ответственность каждого за результаты своей деятельности. Вот, скажем, при Джугашвили было очень легко оказаться уволенным за провал порученного дела, точнее, за невыполнение обещаний, на основе которых тебе это дело поручили. То есть, считалось, что если ты сам готов что-то сделать, значит, делай. Если считаешь, что не готов, предупреди сразу, объясни, почему и что тебе надо. Тогда тебе постараются обеспечить все необходимое, или, если это невозможно, скорректируют саму задачу. Как в современном мире человеку быть более человечным? Ну, боюсь, что современный мир для этого не очень-то приспособлен. Скажем, рыночный механизм при всех своих немалых достоинствах имеет и не менее серьезные недостатки. В частности, в этом механизме гораздо легче стать первым, не совершенствуясь самому, а создавая помехи другим. Но, тем не менее, один совет дать можно. Еще в середине 19 века английский философ и экономист Джон Стюарт Джеймсович Милл создал теорию разумного эгоизма. По этой теории человек, способный предвидеть сколь угодно отдаленные последствия своих действий, будет в своих собственных интересах ради своей собственной выгоды поступать альтруистично, действовать в интересах других, а не только себя любимого. У нас, кстати, эту теорию популяризировал Николай Гаврилович Чернышевский, прежде всего, в знаменитом романе «Что делать». И по Миллу и Чернышевскому люди поступают бесчеловечно, просто потому что мало кто из нас способен предвидеть последствия своих действий хотя бы на пару шагов вперед. И поэтому можно просто иметь в виду, что поступая альтруистично, вы, скорее всего, защитите и свои интересы, просто интересы, так сказать, стратегические, а не тактические. Так что почаще думайте о том, что быть добрым еще и полезно. Куда делись нормальные специалисты, выпускающие из медицинских учреждений, которые были, например, лет 20, может быть, 30 назад. Сейчас просто специалисты выпускаются, у них просто есть диплом, а как такового они вообще специфики своей работы вообще не понимают, и даже не знают, и не могут даже ответить человеку, чем он болеет, или какие у него там диагнозы. Где уровень, который был при Советском Союзе? Ну, во-первых, должен сказать, что со времен Советского Союза медицинские технологии существенно усовершенствовались, и в результате сейчас приходится изучать гораздо больше, чем во времена советские. Ну, собственно, тогда и на Западе врачи должны были знать гораздо меньше, чем сейчас. Но проблема не только в этом. Проблема еще и в том, что у нас сейчас здравоохранение и образование признаны частью сферы услуг. И, соответственно, от них требуется пропустить побольше народу и снять с этого народа побольше денег. Между тем, человек – самое дефицитное средство производства. Все остальное гораздо легче добыть или создать, чем людей. Поэтому образование и здравоохранение – это то, что в советское время называли группа А – производство средств производства. И вот если подойти к образованию и здравоохранению с производственных позиций, а не торговых, то станет ясно, что практически все реформы в этих сферах, накопившиеся на Западе примерно лет за 40, а у нас лет за 20-25, все эти реформы надлежит отменить, как снижающие эффективность этого самого производства. В том числе и медицинское образование тоже надо вернуть к прежним стандартам и к прежним целям, а уже отталкиваясь от них, двигаться дальше. Это сложно, но возможно. И пока остается, к сожалению, надеяться на то, что участковый врач вовремя сообразит, что его знаний не хватает, и надо обращаться к узким специалистам и техническим средствам диагностики. У меня к вам такой вопрос. Подскажите, как вы относитесь к журналистам, которые сегодня появляются на Ютубе? К примеру, как вы относитесь к творчеству Юрия Дудя и его интервью? Спасибо. Ютуб я практически не смотрю, потому что я глазами воспринимаю текст в несколько раз быстрее, чем на слух. Поэтому большую часть того, что я узнаю, я узнаю из писанных текстов, а не из Ютьюба. Но по отзывам моих коллег, следящих за этим жанром, полагаю, что те, кто публикуется на Ютьюб, сейчас не намного хуже тех, кто пишет в обычных газетах и на обычных сайтах, просто потому, что хуже быть довольно трудно. Что касается конкретно Юрия Дудя, ни одно взятое им интервью я не смотрел. Но, опять же, по отзывам других, довольно часто приходится видеть что-то типа Никита Сергеевич Михалков в беседе с Юрием Дудем сказал то-то и то-то. Так вот, судя по тому, что мне попадается на глаза, Дудь выработал примерно один стандартный набор скандальных вопросов, то есть таких, которые не принято задавать и на которые не принято отвечать. И, естественно, если ему удается задать эти вопросы, люди вынуждены отвечать так, что аудитория обратит внимание. А, собственно, это ему в основном и нужно. Насколько это этично, не берусь судить именно потому, что сами интервью не видел. Но, на мой взгляд, есть достаточно много мастеров интервью, чтобы Дудь рано или поздно нашел, у кого ему учиться. Друзья, теперь каждый из вас может задать мне вопрос через сайт независимого телевидения Севастополя. Заходите на ntsdefis.tv.com, находите там на главной странице баннер с названием программы. Вассерман отвечает. Нажимаете. Можете записать вопрос на видео, разместить его на любом удобном вас месте интернета и дать вот по тому, что откроется на баннере, ссылку на это видео. Ну, а можете, наверное, и непосредственно текст ввести руками, это уж как кому удобней. Ответ на вопрос попадет в эфир независимого телевидения Севастополя так скоро, как мне удастся это сделать. Ну, как правило, проходит неделя, в худшем случае две. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!